По данным переписи населения в 1936 году в Одессе проживало ориентировочно 133 тысячи евреев, приблизительно треть населения города. 19 октября 1941 года оккумбанты совершили страшное преступление. Часть задержанных была загнана в пустые пороховые склады на Люздорской дороге и там живьем была сожжена. Мы говорим, что Освенцум это катастрофа западного еврейства. Бабий Яр это катастрофа восточного еврейства. И все вместе составляет 6 миллионов погибших евреев. Это дети, это женщины, это старики. Это 6 миллионов, из которых полтора миллиона украинских евреев. И то, что было в 1941 году, то, что началось в Одессе, в октябре месте, где мы сегодня отмечаем 75 лет этой трагедии. И то, что мы здесь собрались, мы даем дань памяти тем погибшим, которых сожгли в этих пороховых страдах. Добрый день, уважаемые дамы и господа, ребята, уважаемые гости. 75 лет назад, сегодня 75 лет, как случилось то несчастье, о котором уже сегодня много говорили, погибло здесь, на этой территории, в этом самом месте, десятки тысяч людей. Только лишь по одной причине, только лишь потому, что они были людьми одной национальности, людьми, и они были евреями. Мы должны всегда думать, что мы должны сделать, чтобы это никогда не повторилось. Чтобы это никогда не повторилось, нужно об этом помнить, нужно об этом говорить. И нужно что-то делать для этого. Я вам скажу, что наше государство делает сейчас очень многое. Это впервые за многие годы в Верховной Раде звучал шафар. Впервые за многие... на Росшишана звучал шафар. Да, впервые за многие годы, да, в Верховной Раде выступал и пригласили президента Израиля. И Украина показала свое отношение к Дню памяти. И наш город, он не исключение, но точнее, наш город был исключением, но сегодня вся страна не исключением, в хорошем смысле этого слова, потому что в нашем городе это всегда чествуется. В нашем городе я не помню такого момента, чтобы это не чествовалось. Я много лет работаю, и всегда это происходит, и это благодаря тому, что мы, наверное, чуть-чуть другие. Мы в действительности одесситы, которые многонациональный город, и которые показывают, что с Божьей помощью у нас в городе и в нашей стране это никогда не повторится. Мне уже 91 год, и все, что здесь было 75 лет тому назад, когда мне было 16, я прекрасно помню. Здесь, на этом месте, уничтожали в основном евреев. Мы помним тех, кто погиб тогда, в годы ужасных дней. Сегодня снова на сердце боль, и успокоить ее непросто, когда в памяти оживает вновь года зверского холокоста. В этот день скорбит планета, этот день в нашей памяти мост, чтобы мы не забыли последствия гетто и жертв, виной которых – холокост. Сейчас мы с вами присутствуем на церемонии открытия мемориала памяти жертв холокоста в Одессе. Инколи в таких местах, мне кажется, что вела их душа, плачет народ. Это, мабуть, наш незакритый гештальт в середине нашего народа, нашего государственного народа, из которого национальности он не складывался. Очень правильно, когда мы щороку и 9 травня, и в жовтні месяце, и в листопаде приходим в місця, схиляем головы и говорим, что никогда не снова, потому что цена, яка была заплачена, она занадто высокая. Холокост и геноцид – это то, что никогда не должно повториться. Никогда не должно быть так, чтобы человека преследовали по национальному признаку, по цвету его кожи. Мы сейчас с вами находимся на том месте, вдумайтесь, где погибло 25 тысяч людей. 25 тысяч людей, которые погибли только из-за того, что они в какой-то другой национальности. Этого не должно быть никогда. КОНЕЦ КОНЕЦ